Приветствую вас. Вопрос, конечно, который вы задаете в большей степени имеет отношение, наверное, к эзотерике, а не к психологии, да, потому что вы как будто бы хотите получить от нас именно, знаете, как вот такой оконченный ответ на свой вопрос, то есть стоит ли, да, и так далее. Но нужно сказать о том, что психологи не занимаются гаданием, психологи занимаются анализом материала, который предоставляет клиент, и, соответственно, на основании уже этого анализа можно делать какие-то предположения относительно того, что у вас происходит, или что с вами происходит, или там еще какие-то вещи можно будет разбирать. Вот. Значит, если вы возвращаетесь снова и снова к своему мужу, да, меня не отпускает отношение с бывшим мужем, да, пишите вы, то у вас к нему, значит, любовная зависимость. И эту самую любовную зависимость, ее можно отпустить, ее можно убрать, ее можно снять. Но для этого необходимо, чтобы вы сами для себя вместе, возможно, с психологом, значит, чтобы вы попробовали ответить на вопрос себе. Так, а что, собственно говоря, такого в этом мужчине, да, вот в моем бывшем муже, что в нем такого, что я никак не могу его забыть? Что в нем такого, что я никак не могу его отпустить? Что в нем такого, что не отпускает меня? Понимаете, какая, какая штука, да? Вот именно этот момент вам и нужно, собственно говоря, продумать. Именно этот момент вам, собственно говоря, и нужно проанализировать как следующее. Ибо зависимость, это, по сути дела, перенос своих желаний. И в некоторой степени идеализация его, идеализация человека, идеализация мужчины. То есть, может быть, вы боитесь остаться одна, например, может быть, вы опасаетесь того, что ни с кем отношения больше не построите. Такое, в общем-то, тоже может быть, ну, вы опасаетесь того, что не может выстроить отношения, да, ну, с другим мужчиной, там, и так далее. Вот. Вот. Либо бывший муж отдает вам то же, что, значит, вам очень нульно. Вот. И, возможно, ситуация, при которой вы просто эмоционально завершить отношения не можете, потому что они для вас снова и снова остаются незавершенными. В общем и целом, такая ситуация тоже может быть, и с ней так же мощно и нужно, в общем-то, работать с ней. Так же мощно и нужно разбираться для того, чтобы вам самой было легче, проще, комфортнее и удобнее. Вот. И тогда, тогда любовная зависимость уйдет от вас. Вот. И, соответственно, соответственно, если любовная зависимость от вас уйдет, то все будет нормально у вас. Снова и снова ситуация будет складываться хорошо. Вы сможете самостоятельно руководить своей жизнью, а не зависеть от, значит, ну, от кого-то, да, от людей. Например, от вашего мужа. Далее. Стоит ли мне быть с бывшим мужем пытаться наладить отношения с ним? Я думаю, что от вас, значит, ответ, точнее, на этот вопрос зависит только от того, хочет ли сам мужчина, сам ваш бывший муж наладить отношения. Потому как если нет, если он не хочет наладить отношения сам, то в одиночку наладить отношения у вас не получится в любом случае. То есть, если он никаких шагов сам не делает по отношению к вам, а наоборот, например, только... допустим, ну, я не знаю, например, использует вас, да, или там еще как-то. Вот тогда, безусловно, восстанавливать отношения не нужно и пытаться что-либо исправить, да, тоже не нужно. Потому что хорошего, хорошего, хорошего от этого ничего не получится. В любом случае, да. Вот. Вот, в принципе, то, что, наверное, можно вам сказать. Но в этом случае, в случае, если вы не будете пытаться восстановить отношения с бывшим мужем, в этом случае, вам нужно будет, ну, чем-то заменить, да, то есть, желания-то ваши, из-за которых вы возвращаетесь к нему постоянно, они же ведь никуда не деваются, да, они остаются, вот. И, соответственно, соответственно, из-за того, что они никуда не деваются, вам будет учиться реализовывать свои желания иначе, да. И вот с этим, я полагаю, самостоятельно вы справитесь вряд ли. И, собственно говоря, последний важный вопрос с точки зрения психологии. Это вопрос такой. Почему вы то возвращаетесь к мужчине, то уходите от него? То есть, что заставляет вас возвращаться и что заставляет уходить? Я полагаю, что это также очень-очень важный момент для вас, на мой взгляд. На мой взгляд, потому что причины, понимаете, вот, важны именно причины. Что-то заставляет вас возвращаться, что-то заставляет вас уходить. Во всем этом надо сказать вас, чего хотите вы, чего хочет кто-то другой, да, то есть, ну вот, к чему стремятся ваши мотивы возрождаться, к чему стремятся ваши мотивы уходить, чтобы не было вот этих вот расщеплений, которые у вас происходят сейчас. Ну, на мой взгляд. На мой взгляд. Вот. Значит. Дальше. 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 Значит. Если вы хотели получить, значит, ответ на свой вопрос с точки зрения эзотериков, то еще раз вам напоминаю, что вам необходимо перевести этот вопрос, попросить модераторов или новый вопрос сделать в разделе эзотериков. Вот. А только связано с психологией, то здесь, как бы, я вам основные направления и моменты дал. Вот. Попробуйте о них как следует. Поразмыслите. И выбирайте себе психолога на нашем ресурсе, если хотите именно психологическую помощь улучшить. И начинайте работать в этом направлении. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго. Удачи! Они дучи в вести 2021. Удачи! 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 Я приходилаcos.